Между нами тает лёд, пусть теперь нас никто не найдёт, мы промокнем под дождём. И сегодня мы только вы, между нами тает лёд, пусть теперь нас никто не найдёт, мы промокнем под дождём. Тебе нравится моя музыка? Никогда подобного не слышала. Как я и обещал, сегодня я пробегусь по дополнению к Horizon Zero Dawn под названием Frozen Wilds, или Мёрзлые Пустоши по-нашему. Это дополнение вышло спустя полгода с момента выхода самой игры и изначально продавалось отдельно. Но сегодня оно входит в обязательный комплект издания Complete Edition, именно это издание и было портировано на ПК. Сегодня мы попробуем разобраться, насколько это дополнение значимое, и вообще, стоило ли оно своих денег, и есть ли смысл от Complete Edition. Спойлер, смысл есть. Сюжет Мёрзлых Пустош начинается с небольшого поселения, где оплакивают лучших воинов, погибших на горе. Виновником этого события считают некого демона, который заражает машины. Этот демон и эти заражения немного отличаются от тех заражений, с которыми Элой сталкивалась во время прохождения основного сюжета, и тесно они никак не связаны. И, в общем-то, это и есть главная миссия Frozen Wilds. Уничтожить этого самого демона, заручившись поддержкой местных жителей. Демона, кстати, зовут Гефест. DLC встраивается в саму игру в виде побочного задания о путешествии в Мёрзлые Пустоши. Проходить его, очевидно, стоит уже после прохождения основной кампании, так как враги здесь очень суровые, и низкоуровневым делать здесь точно нечего. Самый первый робот, который встречает тебя, сразу дает понять, если ты не можешь его победить, дальше идти нет никакого смысла. Но в этом и есть огромный плюс. Из-за возросшей сложности приходится не идти в раж, а придумывать хитрые тактики, использовать ловушки и бомбы по максимуму. Если в оригинальной игре в принципе можно было забить на некоторые устройства и бегать с одним полюбившимся луком, то здесь каждому высокоуровневому существу придется готовиться, изучать его издалека и подбирать в колесо выбора только то, что будет действенно против этой твари. По-другому никак. Оригинальная Horizon в принципе запоминается в первую очередь за сражение с хитрыми и мощными роботами, а в дополнение появились новые роботы, само собой высокоуровневые и агрессивные, так что сражаться с ними будет сложно и, главное, дико интересно. Frozen Wilds задействует лишь небольшой участок карты, но жизни в нем заметно больше, чем в основной игре. Наконец-то появились зачатки жизни, наконец-то! Например, охотники, которые охотятся за кабанами. Или где-то на фоне воины пытаются побороть здоровенную махину, и никто не запрещает тебе побежать в том направлении и вмешаться в бой. В оригинальной игре я такого не встретил. Были лишь какие-то случайные прохожие, на которых нападала машина, и их вроде как можно было защитить. После чего спасенные не то что не благодарили тебя, они даже не отвечали на приветствие. Тут с этим дела обстоят получше. На новых локациях Элой повстречается и много новой живности, это козы, барсуки, совы и так далее. Вся эта живность нужна, понятное дело, для создания более вместительных рюкзаков для нового оружия. И оно тут тоже есть, и новое оружие, и доспехи. Покупаются они не за осколки, как раньше, а за самоцветы. Это уникальная валюта данного дополнения. Этих самоцветов всегда мало, поэтому предметов в дополнении немного. Всего лишь три вида брони и оружия. И это не считает то оружие, которое Элой получит по сюжету. Мелкие технические проблемы остались на месте, но кое-что было исправлено. Из неприятных глюков мне попался только один. Мои напарники куда-то пропали, и пришлось возвращаться назад, чтобы они перезагрузились, и игра пошла дальше по рельсам. Кстати, да, персонажи стали харизматичней, а благодаря этому и квесты стали интересней. Чего только стоит одно из первых побочных заданий с гидростанции, которая превращается в мини-приключения с платформингом уровня Лары Крофт. И так обстоят дела с большинством побочек, они здесь интересны и продуманы. И по факту такие задания не являются побочными, ну то есть необязательными. Во-первых, к финальной битве тебе понадобится минимум 50-й уровень, а сделать его без таких побочек, мягко говоря, сложно и нудно. А тут прям перед финальной битвой тебе отсыпят столько побочных заданий, и с таким количеством очков опыта за их выполнение, что получить необходимый уровень труда не составит. Наверное, будет правильнее сказать, что в игре присутствуют главные миссии и второстепенные, но второстепенные все равно нужны для прохождения. Во-вторых, ачивки. За многие из побочек даются награды, так что любителям трофеев точно не стоит игнорировать зеленые восклицательные знаки. Frozen Wilds также может похвастаться большим количеством разнообразных загадок. Теперь мы не только повторяем последовательности для открытия дверей. Тут все стало намного интересней. Над некоторыми головоломками придется посидеть далеко не 5 минут, а немного подольше. Да и в общем, видно, что перед нами не просто наспех собранная локация из старых ассетов. В DLC очень много уникальных объектов. Тот же захороненный под снегом длинношей. В оригинальной игре ты привык, что они вечно ходят кругами, а тут ты находишь точно такого же, но уничтоженного. И на нем тоже завязано побочное задание. Дополнение, по сути, полностью построено на игровом движке Horizon Zero Dawn. Это очевидно. Но насколько же здесь красивее выглядят пейзажи, приправленные шикарнейшим снегопадом? Почти все локации в дополнении покрыты снегом. И как же круто эти локации смотрятся. Дополнение вышло в ноябре 2017 года, и в нем ощущается какое-то предновогоднее настроение, что ли. То есть, лично мое субъективное мнение, локации в Horizon Zero Dawn намного красивее, чем в оригинале. Ну и немаловажным фактом будет заметить то, что для DLC написана новая музыка. Далеко не все разработчики так заморачиваются над дополнением. Поэтому итог здесь очевиден. Если тебе понравилась оригинальная игра, это дополнение тебе обязательно зайдет. Несмотря на относительно небольшую продолжительность, экшены и ярких запоминающихся моментов здесь выше крыши. Если же ты только планируешь прикупить себе эту игру, лучше сразу бери Complete Edition. Это оригинальная игра и DLC. Стоит такой комплект сейчас недорого, зато это DLC прекрасно показывает, как разработчики выросли благодаря этому дополнению. И итоговое впечатление от игры с дополнением будет заметно выше, чем без него. Так что лично я от себя однозначно рекомендую это дополнение к ознакомлению. А на сегодня это все. Всем спасибо, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok